Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет» отвечаем на ваши вопросы. Пришел очень интересный вопрос. Что является самым необходимым в духовной жизни? Вопрос одновременно, вроде бы, очень простой и в то же время очень глубокий. Попытаемся, дорогие друзья, с Божьей помощью задуматься над этим вопросом. Конечно, духовная жизнь, как преподобный Силуан Афонский, один из великих святых XX столетия, в своих писаниях говорит, что духовная жизнь и проста, и сложна. Я бы попытался на этот вопрос ответить следующим образом. Что самое главное в духовной жизни христианина, тем более в наше время, это избегать крайностей. Потому что, как мудро говорят все святые отцы церкви, любая крайность от врага. То есть практически во всем. Можно слишком с большим нерадением, слишком большой жалостью к себе относиться, не понуждать себя ни на молитву, ни на соблюдение поста, ни на какие другие внешние телесные подвиги. А можно впасть в другую крайность, то есть наложить на себя пост выше своих сил и вроде бы начать ревностно поститься, а потом надорваться и отказаться от всякого поста вообще. Можно по неопытности наложить на себя чрезмерно длинное молитвенное правило и спустя совсем короткое время, так сказать, перегореть, если так можно выразить, с таким словом, и отказаться вообще от всякой молитвы, и от утренней, вечерней. Даже есть люди, которые забывают помолиться перед едой, даже прочитать молитву «Отче наш». Одна из крайностей, когда мы, например, читаем святых отцов церкви и тут же пытаемся применять к себе те высокие духовные состояния, о которых пишут подвижники веры, которые по 30, по 40, по 50 и более лет жили в пустыне, отрекшись от мира и от всех его удовольствий, жили в суровом подвиге, полностью предав себя на волю Божию, которые Священное Писание читали, изучили наизусть, и их ум, говоря словами преподобного Серафима, буквально плавал в Священном Писании. И вот человек может по неопытности почитать какие-то произведения святоотические, а, слава Богу, они сейчас издаются, издаются обильно, и начинать применять к себе вот эти высокие состояния, и может впасть в прелесть. То есть подумать, что нечто подобное из описанного, например, у преподобного Макария Великого или преподобного Симеона Новобогослова, нечто и он когда-то испытал. А бывает другая крайность, когда мы что-нибудь читаем, но не с целью применить к себе те нравственные практически наставления, а с целью, дай-ка я вот это прочитаю, чтобы сделать замечание своей тёще или своей жене, или одному из своих родных, близких и так далее. Вот они живут неправильно, они живут нерадиво. И получается, человек как бы пропускает через себя святоотические творения, пытаясь быть сразу учителем для других. Одна из крайностей также в духовной жизни – чрезмерная наша требовательность к окружающим. Иной раз, тоже смотрите, тут есть две крайности совершенно очевидные, дорогие друзья. Иной раз мы бываем очень пристрастны кому-то, к человеку, который нам не симпатичен. И за любой совершенно мелкий проступок мы можем его беспощадно осуждать, а иной раз даже и высказать очень таким, с пристрастием ему в лицо. А за точно такой же поступок другого человека, который нам близок, который нам симпатичен, мы можем, так сказать, даже не сделать ему замечание. Или, например, вышестоящее начальство поступило… Есть же разница, один и тот же поступок, например, безнравственный, сделал ваш прямой начальник и ваш подчинённый. И согласитесь, по-разному вы оцените поступок, вроде бы одинаковый, того и другого человека. Одному вы будете искать снисхождение, смягчающее вину обстоятельства, к другому можно беспощадно отнестись. Поэтому, чтобы избегать крайности в духовной жизни, как мне кажется, надо вспомнить слова преподобного Паисия Святогорца, одного из великих святых нашего времени. Ему все проблемы современных людей были очень близки. Преподобный Паисий Святогорец, можно сказать, один из величайших святых отцов церкви в плане своей духовной мудрости, того духовного опыта, который он стяжал. И одновременно ему очень хорошо известны все реалии современной жизни. И вот зачитаю вам, дорогие друзья, одно из его наставлений, из третьего тома, который называется «Духовная борьба». Сегодня самое необходимое для людей – это найти духовника, исповедаться ему, доверять ему и советоваться с ним. Если, имея духовника, люди устраивают свою жизнь так, чтобы в ней, в ней, в жизни, находилось место и молитве, и чтению духовных книг, и если они ходят в храм, причащаются, тогда в этой жизни им нечего бояться. То есть, вот обратите внимание, преподобный Паисий акцентирует наше внимание на то, что в духовной жизни, чтобы избегать как раз крайностей, надо иметь духовного руководителя. То есть, с человеком более духовно опытным, с человеком, обреченным священным саном, советоваться, как поступать в тот или иной момент. Для того, чтобы душа не сбилась с пути, за ней должен наблюдать духовник. Духовная жизнь очень помогает, к примеру, чтение духовных книг. Однако, не имея духовного руководителя, человек может истолковать прочитанное на свой лад, и таким образом впадает в прелесть. Вот обратите внимание, дорогие мои, преподобный Паисий отнюдь не отрицает необходимость чтения духовных книг. В первую очередь, Священного Писания, это однозначно, даже не оговаривается. Чтение Священного Писания – это необходимейшее условие духовной жизни христианина. Во все времена, и в наше время не исключение. Ну и чтение духовных святатических книг. И вот преподобный Паисий подчеркивает, что, не имея духовного руководителя, вы можете начать читать какие-то духовные книги, которые выше, скажем так, вашего уровня понимания. И от этого можно легко впасть в прелесть. «Погляди», – говорит далее преподобный Паисий, «ведь человек, который едет куда-то на машине и плохо знает дорогу, может заглядывать в карту или, как сейчас, в навигатор. Однако, кроме этого, он останавливается, чтобы спросить у людей, как ему проехать и не сбиться с пути. И то же самое в жизни духовной. Когда человек спрашивает других, как ему проехать в нужное место, и хотя и услышит ответ, он все равно должен интересоваться и спрашивать у других. То же самое и в духовной жизни. Верующему необходимо иметь духовника, который помогал бы ему посредством таинства исповеди, давал советы. Только так человек может жить духовной жизнью и будь уверенным в том, что находится на верном пути». Сразу хочется подчеркнуть, дорогие друзья, потому что вы, возможно, встречный вопрос зададите и тоже будете правы, задав его, что где сейчас можно найти опытного рассудителя, духовного руководителя. Ну, тут надо понимать, конечно, это отдельная тема, может быть, даже тема отдельной беседы, а вкратце сейчас можно что подчеркнуть? Правильное отношение к духовному руководству, вообще правильное отношение к духовному отцу. Духовный отец – это не тот, кто будет вместо вас жить всю вашу жизнь. Он вашу жизнь за вас не проживет. Духовный отец, он не должен за вас решать всякую мелочь, в том числе мелочь бытовую. Духовный отец – это человек, с которым вы советуетесь, которому прислушиваетесь. Решение принимаете вы. Вот вы, например, у вас дилемма поступить так или иначе, и вы советуетесь. И сказать, что вообще сейчас нет людей в священном сане, которые могли бы доброжелательно, спокойно, не навязывая, подчеркиваю, не навязывая, а просто доброжелательно ответить на ваши вопросы или дать ответ в какой-то сложной жизненной ситуации, находясь как бы над этой ситуацией, как бы как некий, ну, скажем так, в современном языке, как некий третийский судья. Вот у вас какой-то конфликт или какое-то недопонимание, вы считаете, что вы правы, тот человек, с которым вы конфликтуете, считает, что он прав. И если есть возможность посоветоваться с духовным отцом или вообще с духовно опытным священником, то человек, который не участвует в этом конфликте, как некое третийское лицо, он более объективно может оценить, кто прав, кто неправ. И он может посоветовать, допустим, нам помолись за этого человека, или подойди и попроси прощения, даже если ты прав. Сделай такой шаг. По смирению подойди, первый попроси прощения. Разрушь вот эти сети, которые строит дьявол между вами. То есть духовно опытные люди есть, говорит, что их нет вообще, это было бы не совсем справедливо, не совсем объективно. Или вот, например, в отношении духовных книг. Сейчас книг издается великое множество, но как понять, что именно тебе в твоем состоянии полезно сейчас читать. Если духовный отец есть, то вы спрашиваете, например, что мне полезно почитать. И священник, зная примерно вашу жизнь в общих чертах, если вы регулярно исповедуетесь, он может сказать, вот почитай, пожалуйста, игумена Никона Воробьева, нам оставлено покаяние. Или святителя Феофана Затворника, что есть духовная жизнь, как на нее настроиться. Потом почитай аскетические опыты святителя Игнатия Брянчанинова, хотя бы по две, по три, по пять страниц каждый день, чтобы не было, говоря современным языком, передозировки. понемножечку читай. И вот подскажет, что полезно читать именно вам в том состоянии, в каком вы находитесь. Ну, чаще всего духовно опытные пастыри современные, насколько мне известно, советуют современным христианам читать именно такие святоотеческие наставления более практического характера. Невысокие такие духовные озарения, видения, которых сподоблялись люди, которые очистили свое сердце от страстей, а именно читать то, что нам, вот, живущим во страстях, живущих в условиях мира, социума, со всеми его проблемами, что полезно нам, чтобы выбрать правильную дорожку. Поэтому, как бы, подводя итог, сказанному выше, самое необходимое в духовной жизни это избегать крайностей, а помочь вам в духовной жизни крайностей избегать может духовный отец. Духовный отец — это, как правило, в священном сане человек, который сам имеет духовный опыт, который, еще раз подчеркну, то, что было сказано раньше, не то, что он за вас все решает и за вас живет вашу жизнь, а он лишь советует вам. И, разумеется, как бы принимать его совет или не принимать, это тоже ваше право, потому что каждый за себя будет отвечать перед Богом, и когда наша душа предстанет перед Богом, каждый из нас даст ответ за свою жизнь. Вот так вот, если в общих чертах можно ответить на этот вопрос. Будьте здравы, дорогие друзья, и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok